Добрый день, друзья! Сегодня наш режиссер заставил меня говорить не на тему прославления, потому что в свободное время мы говорим очень много о семье. Месяц назад мы с супругой отметили 31 год нашей семейной жизни. У меня двое внуков, чудесная супруга. В общем-то, в служении я уже более чем 20 лет, друзья. Конечно, кто-то из вас только начинает, кто-то из вас уже может быть более чем 20, и имеет гораздо больший опыт, и те вещи, чем я поделюсь сейчас, не являются откровением. Но то, что помогло мне, служитель состоится только тогда, когда он приносит плод, не только когда он благовествует. Плодом его жизни, его служение является семья, его жена, его дети. Мне через 10 лет просто после энергичного, интенсивного служения, Бог, может быть, прямо так стучал по моей голове и показывал, что посмотри, вот она твоя жена, которая служит тебе, вот она твоя жена, которая несет это бремя, вот это твой ребенок, который растет, которому необходимо твое слово, твоя любовь. Не просто, что он является сыном служителя, либо там сыном пастора, помазанника Божьего. Нет, это твоя семья, где ты должен быть папой, где должен быть ты мужем, где твои внуки и твои дети, они смотрят на нас. И кем мы являемся, они отображают нашу жизнь, они отображают то, что мы делаем. И они будут приносить гораздо большие плоды в будущем, чем приносим мы. Друзья, помните, что рядом всегда с вами, если вы женаты, если вы замужем, есть ваш спутник семьи, с которым вы строите ваше служение, с которым вы строите вашу жизнь. Помните всегда, что рядом с вами растут ваши дети, растут ваши внуки, которые смотрят на вас, которые нуждаются в вас. Как бы вы ни служили и ни вкладывались, я скажу так, не боясь по всему миру, либо в своей церкви очень усердно и жертвуя всем своим временем. Помните, что плод вашей семьи – это то, что вы должны приносить. В первую очередь, возлюби Господа, Бог, семья и потом все остальное. Сейте в свою семью и вы увидите добрые плоды. Спасибо.